сегодня к сожалению о патриотизме не говорит только ленивый да так сказать начиная от либералов и кончая там националистами они все на щит поднимают лозунг патриотизма и каждый говорит что он все это делает исключительно из-за заботы об отечестве да вот но это на словах к сожалению если развлечений отсутствует и если нравственность все-таки иная да то благими намерениями мастится дорога в ад но сегодня на мой взгляд сформировалась все-таки ядро которое если угодно общий вектор цели на патриотизм имеет правильный на так сказать вот но даже в рамках этого единого вектора очень большой разброс мнений и в каком-то узком вопросе если договорились чуть дальше в мере понимания приподнимаешься и все это единство рассыпается мгновенно то есть некоторые вот ну разве что вот сегодня вопросы здорового образа жизни и трезвости они большинством все-таки вот особенно патриотических движений ну практически разделяется потому что сейчас уже очевидно что алкоголь это средство геноцида и если взять вот мою малую родину псковщину где у меня еще мама живет она практически истреблена полностью и исключительно только с помощью алкоголя но этого мало конечно для того чтобы добиться перемен потому что тема трезвости и решение этих вопросов это не есть результат это просто необходимые предпосылки и условия для решения других вопросов это это не результат ну бросил пить лег на диван и смотрю телевизор на что что изменилось тогда ничего не изменилось другое дело что когда человек прекратил пить то действительно перед ним открываются принципиально иные возможности и по времени и по возможностям и по интеллекту и вот самое главное сейчас найти следующую ступеньку которая бы все-таки большинство движений патриотической направленности объединяла на мой взгляд таким звеном которое могло бы объединить всех и вся это вопрос укрепления семьи и вопрос воспитания нового поколения детей тех детей которых мы могли бы назвать еленами прекрасными и василисами премудрыми вот потому что пока у нас не появится вот будущие мамы которые мы называем такими именами то нам сложно изменить перемены и вопрос не в том что сейчас много проблем вопросов в том куда мы движемся потому что вот это на мой взгляд очень важное соображение о том что главное состоит не в том где мы находимся сейчас а главное куда мы движемся если мы движемся в правильном направлении а сейчас мы в глубокой яме находимся то в правильном направлении из этой ямы выбраться можно за год и за два другое дело что если значит находимся в яме ищем пути выхода в разных рода тупичках то конечно же эта задачка нерешаемая на мой взгляд перемены в россии возможны буквально в течение нескольких лет я там так сказать не сторонник там программ 500 дней до но потому что это просто лозунги и программы а вот если мы сформируем такую осмысленную всеми программу выхода из кризиса то она реализуемая в условиях россии очень быстро но я вам приведу один пример вот у нашего университета заключен договор с сельскохозяйственным предприятием шаймуратова значит башкирии там вы знаете организовали в 2008 году когда все рухнуло и платежеспособность превратилась в ноль все остановилось потому что людям не выдать зарплату соответственно люди не могут заплатить за питание свое за обучение детей и так далее и они по образу и подобию известного очень широко австрийского города вёргль выпустили точно также товарные талоны они сейчас получили название шеймуратики так я вот вам приведу пример благодаря шеймуратикам товарооборот хозяйства за два года вырос в 12 раз вот вдумайтесь вот эти в эти цифры я не призываю там таскать везде и всюду теперь вводить локальные местные деньги деньги без процентов и инфляции я просто говорю о том реальном резерве и ресурсе которым обладает наша страна у нас просто нет понимания сути денег что такое деньги потому что то что мы слышим сегодня с экрана телевизора часто для меня это полный нонсенс нам горда у нас вот вообще-то все есть но нет денег но извините деньги это же просто информация или на бумажных носителях или на электронных поэтому не может в стране не быть денег в стране может не хватать строительных материалов может не хватать леса земли может не хватать рабочих рук может не хватать электроэнергии но не может не хватать денег вот если вы мне сказали что да у нас вот не хватает рабочих рук поэтому мы не можем реализовать программу строительства жилья для молодежи. Но если у нас есть земля, есть лес товарный, есть рабочие руки, есть молодежь, которая готова летом, и есть спрос на жилье, так деньги просто нужно имитировать. Так живет Япония всегда, она выпускает деньги только под инвестиционные проекты, а не под количество долларов, как делаем мы. Поэтому я просто, это одно из иллюстраций маленьких, но так в любом другом вопросе. Там на поверхности лежат все решения, но они все взаимовязаны. Просто нужно, чтобы произошел щелчок в голове, что называется. А вот такой щелчок может произойти тогда, когда в общественном сознании будет сформирован достаточный для таких перемен слой. Когда мы ждем, что это должен сделать президент, или это должен сделать председатель правительства, мы глубоко заблуждаем. все равно я благодарен и вот вашей телекомпании, так бы я сказал, и другим подобным вам людям, потому что вы как раз делаете самое главное дело. Вы меняете информационное состояние общества. Только потом мы можем добиться перемен, в том числе и на уровне высшего руководства страны, потому что все концептуально значимые проблемы нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином в то или иное время озвучены. Он говорил о необходимости продажи наших ресурсов только за рубли, а не за доллары. Он говорил о необходимости национализации Центрального банка. Он говорил о необходимости снижения кредитной ставки, об особенности мировоззренческой нашей цивилизации и так далее, и так далее. К сожалению, пока это вот зависает в воздухе, нет той команды, которая способна была бы это все провести в жизнь. Но, к счастью, сейчас вот с вашей помощью в том числе такая кадровая база готовится, и я сейчас не знаю уже ни одного уголка в нашей стране, впрочем, так же, как и вот в бывших странах СНГ и на Западе, кто кто бы не интересовался вот такой очень серьезный, концептуально значимой информацией. То есть она сегодня начинает доминировать на фоне вот этого высокочастотного дребезга, когда нас из одной лжи в другую просто пытаются переводить. Четко прорисовывается линия на поиск истины, а не шараханье от одной лжи к лже другой. Узнай больше на Концептуал РФ.